Виталий, приветствую тебя! После продолжительной паузы наконец-таки у нас с тобой снова есть возможность совместный эфир провести, поэтому большое тебе спасибо, что смог найти время, подключиться и в очередной раз вместе со мной обсудить рыночную ситуацию. Для тех, кто не знает, ну скорее всего знаете, мы с Виталем разбираем с двух сторон общую рыночную ситуацию, техника и фундамент. Сейчас на финансовых рынках довольно-таки жарко, волатильность значительная и если опустить, скажем так, некоторые триггеры этой волатильности, просто упереться в факт того, что волатильность для многих трейдеров это самое главное, самое интересное, потому что именно волатильность и движение как раз то, что нужно тем, кто охотится за трендами и пытается как-то использовать эти возможности, конвертнуть соответствующую прибыль по депозитам. Так, ну что, начнем тогда с меня. Традиционно у меня несколько идей, давайте на демонстрации экрана. Я бы сегодня хотел сфокусироваться на трех активах, особенно мне сейчас интересно смотреть за динамикой доллара, но про доллар я очень много рассказывал на своих брифингах. Кстати, вот сегодня тоже минут пять, может быть, даже больше только о долларе говорил. Чтобы сейчас не повторяться, чуть разнообразить контент, больше бы хотелось сфокусироваться на паре евро-доллар. Хотя пара евро-доллар и индекс доллара это инструменты с крайне высокой степенью брилляции, и те, кто понимают, знают, что если открыть график индекса доллара и посмотреть, что с ним происходит, например, растет, можно не открывать даже график евро-доллара, понятно, что он снижается. И наоборот, если посмотреть на график евро-доллара, можно понять, что происходит с индексом американской валюты. Ну, в общем, сейчас, чтобы продолжить именно вот эту логическую цепочку, хочу отметить, друзья, что сегодня на фоне укрепление курса американского доллара, который, скорее всего, продолжит расти, учитывая, что впереди еще очень много значимых отчетов, начиная от ADP годовых данных по ООП и заканчивая первым релизом пятницы, первой пятницы месяца, Non-Farm Perils. Это все эта неделя, как раз мы с Виталием сейчас и увидели в преддверии такого важного события. Индекс доллара растет, европейская валюта снижается. Сейчас котировки 1,0952. И я разделяю точку зрения, что вот это ослабление, снижение курса евро – это как раз начало развития среднесрочного нисходящего тренда и возобновления ралли медвежьего, которое мы наблюдали ранее. Я долго смотрел на уровень 1,10, вокруг него пара евро-доллар топталась, то вверх, то вниз. И вот, опять же, хочется верить, как продавцу европейской валюты, что мы не уйдем через какой-то там период времени снова в зону консолидации и будем там болтаться в этом канале. Хочется верить в то, что пробой уровня 1,10 – сейчас это как раз начало именно медвежьей динамики. 1,0956 – я рекомендую все-таки дождаться снова приближения, восстановления по уровню 1,10, там даже диапазон 1,0980 – 1,10. Оттуда шортить со стопом на отметке 1,1050. И пару евро-доллар ловить в плане тейк-профита на отметке 1,08. Причем главный риск для европейской валюты, он сейчас конвертируется именно в виде товарных релизов. Мы, как мы помним, на прошлой неделе был отчет от института АИФО по Германии. 14-месячный минимум, в принципе, учитывая, где сейчас находятся цены на энергоносители, понятно, что немецкому бизнесу очень тяжело, потому что это бешеные колоссальные издержки, а сейчас еще из охраняющихся проблем с внутренним спросом, все это не лучшая база для того, чтобы росла промышленность и восстанавливалась экономика валютного блока. Поэтому у меня нет вопросов лично к этим релизам, они оправданно были слабыми. До этого был слабый отчет по уровню доверия потребителей, бизнес унывается от этих потребителей тоже, не радужно смотреть в дальнейший день, потому что, опять же, на таком бытовом уровне, если рассуждать, приезжая на автозатомарочные станции, сегодня приходится тратить в два раза больше, чем они тратили буквально вот, ну, считанные месяцы назад. Больше средств уходит на топливо, меньше на прочие товары и услуги, и все это, опять же, является причиной, почему сейчас экономика валютного блока в технической рецессии, почему сейчас все говорят о старфляции, то есть беспрецедентного роста инфляции на фоне замедления темпов экономического восстановления. Я думаю, что евро мог бы выкрапаться, скажем, из текущей фундаментальной слабости хотя бы при каких-то намеках о возможном ужесточении денежно-кредитной политики европейским центральным банкам. Ну вот, собственно, на прошлой неделе во время выступления Кристин Лагард, она дала понять, что не нужно сравнивать сейчас политику американского регулятора и европейского центрального банка, то есть если ФРС повысил ставку и будет делать это дальше, европейский центральный банк считает, что повышение ставки в текущих условиях это больше негативный момент, поэтому стимулы останутся в силе прежними и без как бы намека на повышение ставки как борьбы с высокой инфляцией, даже не знаю, что можно было бы сейчас найти еще из факторов роста для именно главного валютного риска. Поэтому моя сделка и моя рекомендация в данном случае на снижение евро. Нефть меня очень сильно интересует в последнее время, хотя вряд ли она может кого-то не интересовать, учитывая, что волатильность по этому активу, как волатильность на рынке криптовалют сейчас по десяткам процентов летает и вверх, и вниз. И опять же, да, с одной стороны, трудно торговать, потому что риски очень высокие, но с другой стороны, если принять верное решение, то и профит может быть солидным. Я в отношении рынка нефти все-таки еще сторонник того, что рост может продолжиться, потому что сейчас из-за меняющейся структуры мировых экспортных поставок многие сырьевые активы еще легко могут обновить свой локальный максимум. Это касается не только рынка нефти. В отношении нефтянки еще из-за вот этого аналитического кризиса, связанного с событиями в Восточной Европе. То есть риск предложения нехватки сырья – это угроза, которая никуда не делается. Вот, кстати говоря, на прошлой неделе, как мы помним, в рамках саммита стран НАТО, саммита стран Большой Семерки и стран ЕС с участием американского президента обсуждали как раз возможность эмбарго аналитического против российской экономики. Но пока что решения еще нет, но это не значит, что этого решения не будет впоследствии и в будущем. Я напоминаю, что буквально две недели назад, по-моему, две недели назад, да, Международное аналитическое агентство публиковало доклад, из которого следует, что уже начиная с апреля из-за недопоставок российской нефти на глобальный рынок мировое предложение снизится на 3 миллиона баррель. И про это не нужно забывать. Думаю, что именно вот этот риск дефицита предложения, он останется главным катализатором для всего рынка гудородов. И на этой неделе еще запрещение ОПЕК, на котором, я думаю, страны ОПЕК, снова не станут ничего менять, корректировать плане сделки, оставить все как есть и не согласуют дополнительный рост нефтедобычи. Соответственно, без дополнительного роста нефтедобычи покрыть дефицит предложения будет нечем. Поэтому я думаю, что эта неделя после локальной торговки, консолидации, пусть даже еще небольшого снижения, но завершится она, скорее всего, в зеленой зоне. Поэтому я рекомендую смотреть на уровень 114 долларов за баррель. Прям даже 114.50, buy stop оттуда с целями 120 и 100 plus на отметке 112.50. И что касается еще одного актива, это американский фондовый рынок. Мне его рост сейчас не совсем понятен, но я пока что без сделок, хочется его зашортить. Вот продолжаю искать уровень максимальный. Я думаю, что если, друзья, вам тоже импонирует сделка, попробовать рассчитывать на снижение американского фондового рынка из-за вот этих глобальных рисков, которые были обозначены, начиная от высокой инфляции и заканчивая замедлением темпов роста мировой экономики, добавить еще инцидент с новым штаммом и вспышкой инфекции в Китае, что еще больше стокубит проблему с логистикой и цепочками подставок. Поэтому, возможно, торопится от тех, кто сейчас выкупает при первой же возможности американский фондовый рынок, считая, что неизбежно будут новые максимумы. Я пока что такой точки зрения не разделяю, поэтому думаю, что в случае снижения индекса СНП в районе 4.450 можно будет шортануть с целями 4.200 и 100 plus поставить на отметку 4.350, точнее 4.550. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Сейчас сделаю демонстрацию экрана. Ну, по поводу фондового рынка. Почему он растет? Ну, скажем, денег напечатано очень много. В крупных компаниях США много очень ликвидности. И за счет вот этого байбека, который они выкупают в своей акции, он и растет. И, возможно, будет дальше расти, как вариант. Потому что, да, вот фонд, который идет негативный в мире, да, он частично, да, на некоторых активах он отработался. Вот, как видим, нефть, там, золото. Они в моменте отработали достаточно. Была сильная волатильность, всплеск наверх. Потом все вернулось, да. Возможно, вот эти новости уже себя отработали. Поэтому сейчас рынок будет, скажем, более логический. Поэтому рассчитывать на дальнейшее падение индекса, да, возможно. Ну, скажем, нужно быть с этим аккуратным. И обязательно использовать стоп-лоссы. Потому что может быть, скажем, любое движение. По поводу евро-доллара, также дам свой комментарий. Также рассматриваю шорт по данному инструменту. Но каких-то стратегических целей я пока понять не могу. Потому что здесь возможен вариант как снижения по данному активу, так и, возможно, какой-то новый боковик образуется по евро-доллару. Как было это в декабре-январе прошлого года, да. Вот здесь у нас был такой боковичок достаточно длительный. И не исключаю, что у нас здесь он рисуется. Посмотрим, как сегодня дневка закроется. Если ее будут выкупать и закроется она каким-то пин-баром, то, возможно, рост отсюда начнется. И мы пойдем там на 11 и выше. Дальше нужно будет следить за сильным уровнем 1.09. Это тоже, скажем так, сильный откатный уровень. Возможно, здесь нарисуется какой-то сигнал на покупку. И дальше будет рост. Но пока сигнал на покупку нужно ждать. И поэтому с текущих пока рассматриваю снижение по данным инструментам. Конечно, текущая рекомендация сложно сказать, так как мы дневное движение уже прошли по евро, да. Отпадали на азиатские сессии. Поэтому я здесь не буду уходить на рынок, буду ждать. Такая будет рекомендация. Если сегодня закроемся пин-баром по евро-доллару, то те, кто будут смотреть на рынок дальше, то стоит рассматривать покупки по данному инструменту. Со стоплотом за минимум, который образуется сегодня. И с профитом где-то в районе 1.11 и выше. Скажем, вот такое видение по евро-доллару. Если закроемся, скажем, по медвежьему, по данному инструменту, то, возможно, движение продолжится в районе 1.09 и дальше уже смотреть. То есть не нужно рассматривать здесь покупки. То есть должен быть какой-то борьба с данным уровнем, так как мы можем провалиться дальше вниз по данному инструменту. Это касается аналогично и фунт-доллара. Если фунт-доллар рассматривать, здесь аналогично. Если мы закроемся сегодня пин-баром, то будет выкуп в районе 1.32, мы закроемся плюс-минус, то здесь тоже возможен какой-то рост по данному инструменту. Поэтому здесь пока торговые рекомендации такие, скажем, на перспективу, нужно обязательно за ними наблюдать. Что касается по инструменту по золоту, возможно, будет какая-то коррекция по данному инструменту вниз. Поэтому спекулятивно возможно рассматривать шорт. У нас текущие цены 1.33, 1.35 плюс-минус с текущих. Со стоп-лоссом, конечно, здесь волатильность такая большая. Со стоп-лоссом за сегодняшний максимум. И, возможно, у нас здесь будет развиваться какая-то более глубокая коррекция в районах 1.900 и ниже. Обязательно ставить стоп-лоссы, потому что эта коррекция может продолжиться, скажем, чуть повыше или даже продолжить по трендам. Но, как вариант, у нас здесь аналогично, как и по евро-доллару, по фунт-доллару, возможно, будет образовываться какой-то, скажем, боковичок такой с постепенным снижением, повышением и так далее. Что касается нефти, здесь тоже. У меня такое ощущение, что в какой-то такой перспективе на ближайший месяц новостной фонд будет насыщен, будут все время какие-то новости очень сильные происходить, но тоже здесь такой сильный боковик, я думаю, продолжится. И какие-то увидим ли мы новые максимумы, возможно, но я пока их не вижу. Здесь, скорее всего, будет болтаться вроде там 120-100 на ближайший по данному инструменту. Ну и, в принципе, все. То есть пока рекомендация такая на перспективу, то есть нужно обязательно за евро-долларом, с закрытием сегодня по фунт-доллару, и, может быть, перспективные какие-то сделки. Ну и шорт по золоту, и перспективы, я думаю, с боковика по нефти возможны. Ну, я лично не торгую, допустим, нефть и золото не сильное. Почему? Потому что, как ты правильно сказал, отметил, что сильная волатильность, очень сложно найти ту точку входа, а входить, скажем, с такими большими стоп-лоссами достаточно невыгодно, так скажем, потому что профит, возможно, стоит большой, но стоп-лосс большой получается, и соотношение иногда хорошее, иногда не очень. Поэтому и плюс здесь такие движения вниз-вверх, вниз-вверх, и нет каких-то таких понятных мне моментов. Поэтому вот так. По поводу золота. Периодически я говорю про инэкционичных настроений, кайман. Вот он как раз сейчас указывает на то, что толпа золота покупает. То есть с большой вероятностью золото действительно пойдет вниз еще. возможно к уровню 1900-1890. Поэтому здесь я тоже присоединюсь к твоей рекомендацией. В принципе, соглашусь с тем, что как-то срочно есть очень хороший потенциал добить до вот этого уровня поддержки 1900. Да и тем более, как активно сейчас золото реально снижается на фоне укрепления курса доллара. Так, ну что, тогда будем следить за развитием событий. Друзья, мы с Виталием снова возвращаемся к нашей привычной сетке, скажем так, вещания. Поэтому следующая среда, правильно, Виталий? То есть не следующая среда, но предстоящая среда, которая будет уже буквально за день до Non-Farm Barrels. Еще раз все обсудим, посмотрим, где там риски будут, где фондовый рынок будет, золото, нефть. И, конечно же, вам снова подкинем информацию. Виталий, с возвращением тебе. Большое спасибо, что подключился. Тебе тогда хорошего старта недели. И давай вместе следить. Спасибо, пока. Пока, удачи всем.